В Иркутской области карантин по картофельной нематоде наложен в Золоринском, Иркутском, Слюдянском, Шелиховском, Ангарском, Нижне-Илимском, Зиминском и Усольском районах, а также в Братске, Иркутске, Тайшете, Байкальске. Сегодня из этих зон, особенно из очагов заражения, запрещен вывоз картофеля, корнеплодов, саженцев и почвы. Проводится оно в рамках письма Министерства сельского хозяйства Иркутской области, где нам рекомендовано озвучить ту проблему, с которой мы сегодня столкнулись на нашей территории, на территории Иркутской области, это золотистая картофельная нематода. Данное карантинное заболевание попало к нам из Китая. Болезнь паразитировала и ранее, но не на столь огромных площадях. Нематоды – это круглую черепь. В настоящее время описано около 80 тысяч видов нематод. Однако оценки реального разнообразия предполагают существование около 1 миллиона видов нематод. Нематоды существуют практически везде – в почве, в воде, в растениях, даже в семенах растений есть нематоды. Они абсолютно разного размера, от микроскопически мало до нескольких метров. Паразит нарушает процессы питания растений и вызывает их преждевременное отмирание. Пораженные растения отстают в росте, листья приобретают бледную окраску, скручиваются и увядают. Урожай клубней картофеля снижается на 70%. В настоящее время золотистые картофельные нематоды заражены не только множество дачных, приусадебных участков, но и заражены земли в Иркутском районе. В Иркутском районе – это поселок Железнодорожник. В Иркутском районе – это известный учхоз, земли бывшего учхоза в селе Айог. Также заражены земли на полях за уркутские семена. Избавиться от нематоды практически невозможно. Специалисты советуют садоводам сегодня выращивать устойчивые к паразитам сорта картофеля. Зараженные растения следует удалять и сжигать. Проверить свой участок на наличие карантинного заболевания можно, обратившись в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области по телефону 201-260 или 201-823.